ребят это наши это наш ребенок вы не подумайте сегодня едем на антоновку проверять что там настроены на самом деле мы дядя миша уже обещали очень давно заехать посмотреть но обещанного три года ждут как раз через три года видит антоновка это местный трейл возрожденный одним человеком перебью давай теперь байк парк своей инфраструктурой хотят лучше вложить подъемник вроде как ну как минимум построить специальную линию чтобы можно было подниматься безопасно вот такие дела представляете да был просто трейл но когда-то построенный когда-то заброшенный восстановленный он теперь одним человеком ну условно но это так и есть не без помощи конечно друзей помощников и теперь это будет настоящий байк парк в тольятти один человек у нас конечно спустится профессионально вот он самый опытный самый могучий но мы может покатаемся походим под снимем приключатель ребят без тросика поставь себе лучше шоссейную кассету я до сих пор не могу поверить что это существует это просто надо любить двадцать шестые колеса чтобы все выклорить да так кирилл на тормозах да ты их любишь а вот так кстати будет ой у нас family friendly контент мы не материмся не ну здесь я уже не скачу вот здесь ребят уже это смотрите ребят здесь место просто на лес здесь сразу падаете и оп а прокатывается прикольно ребят смотрите бревнами уложено контрик все короче как надо тут вот было дерево поваленное дерево у нас убрали блин все таки ребят помнят что-то ручки ножки хочется съехать конечно полностью здесь цепочка такая потому что это елки падают шишки иголки вообще прям прямо наверно я не знаю я не знаю слушай я тут не был вот тут не доделанно или прыгать надо я не знаю куда ехать я тоже кирилл все хорошо не торопись пожалуйста вижу ребят после инцидента с кириллом мы очень нежно и аккуратно относимся к нашей безопасности вам тоже советуем этим заниматься спорт спортом веселье весельем но безопасность первее всего не надевайте шлем аккуратно аккуратно тормози тормози давай развернемся поздно тормозу новая траектория да да ух ты ребята вообще шикарно такой флоу я тут первый раз но это очень классно вау слушай а что она такая шикарная здесь я хочу по ней на полной скорости съехать я прям соловил вот это ощущение знаешь но она кстати безопасная вот это яма тут аккуратно ого 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 ребят смотрите это для мужчин это шор мостик смотрите бревно 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 угол досочки досочки кстати смею сказать на специальных саморезах чтобы они не отстрелили не закаленный специально под дерево смотрите ну тогда тоже придем кирилл нужен будет твой телефон сейчас пройду сам гайз потом покажу этого на канале вроде бы не было здесь мне уже по пояс если чё вы поднимаетесь и спускаетесь высота здесь ребят внушительная и и там вылет такой то есть это разгонка вылет на стол прям жесть это что-то невозможное у нас такого никогда не было да сходи туда глянь я уже вижу блин отсюда надо будет слышь кирилл отсюда нужно будет снять это просто ужас это реально фарш это вот очень хороший ракурс пойдем пойдем пойдемте ребят пойдемте пойдем не нужны ребят мы сюда приехали показывать вам показывать уровень мастерства смотрите что это такое волрайт настоящий стена а там это ужасно это 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 очень страшно слушай он шикарный да дядя миша ты шикарный охренеть смотри куда они забирались до сюда охренеть они даже покрасили зачем-то доски так вы здесь съехали смотрите ребят он ну сколько 65 смотри 57 57 57 это вообще жесть вы выдержали на все вы представляете нет я вот серьезно удивлен оно все под одно это все одна плоскость она ровная вы представляете это у нас в Тольятти Тольятти так а сверху здесь два дропа здоровых причем очень такие интересные блин на камере это не видно абсолютно встань под него с человека ростом у меня где-то 150 ну на суток там смотрите там сердежка сердежка вам отсюда нужно делать вот туда вниз по-моему длину а да 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 а и подарки если будет б毛 не не а не пахнет малиной смотрите я не знаю как вам еще передать кирилл идет он совсем маленький ребята то очень страшно доски кстати очень качественные слушай вообще кстати все очень я не знаю кто это прыгает но вот парень только что проехал привет ему ребят то что было здесь в условном пятнадцатом году шестнадцатом когда я ездил это вот было вот здесь а сейчас уровень он вот вот здесь вот это да так что кому интересно вся тут движуха вроде бы началась как 2007 году верните мой 2007 то же самое да они кстати очень качественно сделаны то что здесь стояла а здесь стояла тут такой же выход был это старый прыжок можно сказать но это все новое очень качественно стоит все вот прям люфта вообще нет на нем стоишь как бетон а тут по идее смотрите крест-накрест и вот фундамент такой из двух бревнышек вообще мясо мясо ну кого есть яйца это прыгать это конечно сверху люди новейшая конструкция маленький шорчик все как нужно смотрите просмоленные бревна фундамент нить не будет смотрите все по векторам сделано чтобы его не шатала в этом направлении приземление мягкое и не мягкое блин но по пояс где-то до пояс охренеть очень качественный идешь по нему он прям монолит монолитом вот такая тема как дела кирилл вот ну шикарно вообще 10 из 10 шикарный вид этого не было ребят здесь ничего тут были просто деревья кусты и тому подобное а а прямо без тормозов конечно у меня сзади их нет и 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 сейчас я поделюсь своими впечатлениями я тут когда ездил когда еще ничего не было мы ездили просто грубо говоря по пешеходной дороге ну просто вниз по траверс так скажем вдоль спуска было весело пипец но она была раза в три короче чем сейчас зеленая трасса у мат просто тут даже ребенок проедет если медленно но очень весело очень быстро очень долго это он про тебя кстати вот поедем второй раз год назад я тут у ездил ощущение пушка но непривычно или даже два когда мы с Серегой ездили двадцать первом два года я тут не ездил а я вниз спускаюсь у меня руки отбилы отбылы нет нет мы в прошлом году были в прошлом году были да а мы съезжали мы были с Димой а ну мы не съезжали ну вы да вы съезжали я нет короче я тут не катал два года уже мне в двадцать первым хватило падения да но ощущение конечно вообще пушка трасса очень длинная очень простая безопасная летишь слоной голом у меня правда тормозов задних нету ну ладно ребят сейчас будем кататься а то приехали два раза спуститься нужно обязательно третий раз может быть не на мне будет в этом я правда не помню куда я понаить ее буду наеду а подожди кирилл по моему шаду плюс включил кирилл по моему шаду вы вы Привет! Тормоза задние пропали. Тормоза задние пропали. Слушай, а может на тебя камеру повесим? Ты что-нибудь прыгать будешь? Давай, хочешь? С рюкзаком. Нормальный смс? Да. Ты вот сейчас в стойку встанешь, и будет нормально. Удачи! Прощай! Что и на связи. Какой на связи? Телефон там? А? Телефон там и у тебя. Телефон, да. Вот, стойку встал, видишь, она прямо тут. Что, как вообще? Необычный. Необычный. Не, тоже лох. В儿 для себя. Какая пица. Режиссер. Удачи! 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 Удячи! Удачи! Удачи! Все в порядке Адреналиночки? Не, ты видел? Да Не, кстати Ну как, ты просто завалил его, да? У меня заживало Я так хорошо шел выпрыгнуть Привык кататься без цепи Так За дорогой Уберите Пересекло О, это еще Уберите Адренали Подписывайтесь Выходи Присоединю Адренали Класс Убớем Класс не засовился не может поцарапаться а так все нормально идем дольше кстати получается так что-то прям лиза везде проходишь они выбрали воткнулся что ли царапов ну четыре спуска короче ребят съехали мы эмоции зашкаливают очень классно мне по зеленке понравилось просто летишь просто едешь ничего бежать не надо вливаешься в трассу прыг-прыг-прыг-прыг очень быстро на последней съемке там много интересного будет но обошлось без всяких эксцессов пощипет конечно показывает руку руку блин рука нога бедро вот такие дела классно покатали дядя миша респект и после такой пыльной катки мы впервые за историю канала собрались помыть велосипеда со специальной химией для байков от компании флоу за техническое оснащение спасибо денису и кириллу шмана тлт который находится у нас на мира 25 кто и столетия света ездить к ним не стесняемся и можешь убрать не нормально хорошо стоит ужас какой Субтитры сделал DimaTorzok 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 Снизу, как обычно И щеточкой Слушай, какой он у тебя красивый Хорошая, да? Да Я вот просто губкой мыл, губкой очень муторно делать все это Ты прям как в рекламе, знаешь, некоторые снимают У них персонажи сзади подсвечены, у нас свет вот с этой стороны шикарный просто, вот лучше не придумаешь Поехала! Да Он какая-то как мышка У меня похоже У тебя матовый или глянцевый? У меня? А я хер знает какой Смотри, кстати, кто пришел Джимми 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 Ну и осталось только высушить Вымыть и высушить И если сказать это с маленькой угрозой Можно не так подумать Да Резина скрипеть начала, ребят Как огурец чистый И обода тоже скрипеть начали Как вы думаете, об чем это говорит? Здесь тоже все стало чисто, красиво Что, на продаже? Нет Надо Такие вещи мы не продаем Друзей не продают, понимаешь Ну, пенится он очень сильно Прям я удивлен Я думал, что будет не так много пены Он прям, я не знаю, будто вы в керхер мыло налили И он вам ее взбил, эту пену Если еще и потрясти перед этим Вообще ад Да Насадка, кстати, снимается Без насадки А с насадкой? С насадкой у вас прям пена летит Это с насадкой, а это без насадки Морзучий, Саша Серьезно? Да Тихо Скрипит Эпигеть Ну, по... Да Вы слышите? Можно сказать, мы его дезинфицировали, блин Все Весь велосипед, как котовые яйца Ребят, и знаете, в чем прикол? А вот в чем прикол Это, правда, не обычные шампуницы Таймойка Мы тоже сегодня попробуем Вот на том драндулете Ох, скрипит Но Flow Шампунька Реальный зачет Дегризер Работу свою сделал Сейчас покажем Да Ни хрена не видно На самом деле Что-то есть? Может это влага? Давай на этой, на зеленой Ой Ну да Дальтоник Неважно Что у нас? Гомеопатия, короче, она чистая Да Можно наносить любую смазку, которую хотите нанести По-хорошему можно носить любую смазку, даже масляную И любая даже масляная смазка требует обезжирения в трансмиссии Ну да Чтобы старая смазка вышла Можно сказать, что она обезжирена хотя бы чуть-чуть? Она полностью обезжирена Да, так вот, ребятки И осталось подсохнуть и можно наносить какую хотите смазку Мы сегодня это сделаем Обязательно Велосипед должен быть готов Пенсионер этого канала Встал на стойку И он будет мыться Ну или пытаться мыться Сухой мойкой Ну ладно Видно даже Да Вот он в пыли Он у меня стоял в гараже Только про ОКП ничего не говорить Если что я могу поцарапать То я думаю тут это Ничего не помешает Да Вот Посмотрим Легкая ему освежайка будет Освежайка Чувствуется рядом такое ненавязчивое ощущение древности Я и он Вот его тапочки Вот его пылька Сейчас будем смотреть Как сработает Вот это Интересная вещь Впервые слышу на самом деле Читаем внимательно Никакой там у вас грязи не должно быть Никакого такого страшного масла Кусков глины какой-то Просто вот такая маленькая ненавязчивая Пылька Главное Ребят Защитить ваши Тормозишки Потому что если они попадут на тормозишки Все будет Плехо Вот это да Не знаю что это будет Ну что-нибудь да будет Главное не дышать Главное не дышать От первого лица Обычно вот так вот я велосипед и мою Да-да Не удивляйтесь А я на колес тоже хочу Я думаю как он Посмотрим как оно будет работать Ну можно сказать я его с этого баллона помыл Ну конечно он велосипед ничего не скажет потому что он немой у меня мальчик Так и по инструкции нужно это все протереть И вот это все дело мы должны вытереть Что я могу сказать Что-то очень как-то невероятное по ощущениям Что-то изменилось в нем Ребят Какая-то пленка создалась Мне кажется это правда Мне не кажется Это конечно нужно все делать более качественно Не как я Слушай она реально какую-то пленку создала Липкую Липкую А нет слушай не липкую Пальцем трогаешь она будто в лаке Да Прям ощущается Нифига себе Возможно будет Пыль отталкивать Ребят там же написано что она создает защитную пленку Вот вам защитная пленка Один раз нанес весь сезон не моешь М-м-м-м-м-м-м-м-м-м-м-м-м-м-м-м-м-м-м-м-м-м-м-м-м-м-м-м-м-м-м-м-м-мм-м-м-м по-русски ребят если вы хотите чтобы был чисто по-русски обслужен без негатива главного дышкой не надо главную дышку минусу тогда посмотрим что связи ну типа чернители да она у нас делаю чистых на удивление все зависит ребята того как вы тщательно его вытрете не интересно будет потом кстати посмотреть проверить как он вообще себя поведет грунтом да или на грунтах каких-нибудь ну что пыль на него очень хорошо садится лак уже такой себе уставший сутри нет чисто все а ведь я его даже не мой ребят без воды ничего себе он конечно такой презентабельный как у кирилла ну кирилла тоже покоцаны но все же таки был был но блестит блестит еще руль на 3 монетки на 3 все на 3 привезу марку топ-кэп красивенький адекватный блин да а вон хейса джимми 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 вечно старый вечно оруще котя джимми пошли будьте как котя слушай мне нравится мне нравится хорошо блестит хорошо мне не когда-то повел спит чисто никогда не было вот опять здесь от страны слушай даже каретка как бы чисто стало смотри все считай жених готов не готов тут кузнечек мертвый кстати был вы не видели но они потом посмотри после монтажа более реально работает мне нравится вилочка близить к будет только что перебрали и перебирать не надо вообще слушай до работает что блин такой результат будет но опять-таки нужно уточнить что сухая мойка это для такой мелкой молили грязи да да если большие куски то это конечно лучше помыть от ребят все точно если у вас что-то из гаража к там или из грунтов не знаю вас там пыль какая-то работает реально работает если у вас хорошая поездка по заповеднику блин где мы нацепили себе не знаю кого там кабана какого-нибудь или оленя не прокатить все ребят сколько давайте на частоту сколько времени мы потратили на наш большой прекрасный велосипед часик плюс минус сколько мы потратили на моего бомжа 10 5 секунд условно 5 секунд конечно да но это хорошим использовали тут все грязное дегризер мы не использовали но я на парафине он еще лучше работать будет там но у меня был макова для влажной погоды да а там все по-настоящему все серьезно вы смотрите обода чистым перья чистые шатаны чистые все трубы чистые педальки осталось самыми вернуться педальки да ну ребят что имеем то имеем что они всегда будут грязными 30 грамм смотрите она светится смазка проникла в звено представлять потом излишки нужно будет убирать краски фонарик нужен того чтобы понять где излишки смазки и проще бы убирать смотрите маленькая капелька вот так сделано она светится размашиваю видите смотрите и это технологии велосипедные